МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ведется работа по исполнению обращений граждан? Градсовет одобрил проекты студентов по усовершенствованию городского пространства. Женщина-фермер из Пахтачийского района разбила сады на 40 гектарах земли. Для работников махалей Самарканда провели семинар-тренинг. В 11 отдаленных махалях по Сторгомо открылись медицинские пункты. В Иштаханском районе силами предпринимателя создан парк отдыха. Очередная встреча с населением отдаленных сел. В администрации области рассмотрены результаты своевременного исполнения обращений граждан, поступивших во время выездных приемов на телеграм-канал, телефон доверия, виртуальную приемную, письменном виде со стороны помощников хокимов. Проведенный анализ рабочей группы областного хокимята показал, что в 307 случаях руководители 21 региональной организации не обеспечили исполнение обращений граждан вовремя. По словам главы региона, из-за того, что некоторые обращения остаются без ответа со стороны областных управлений и организаций, граждане вынуждены обращаться в виртуальную приемную и различные министерства. Так, например, 136 жителями нашей области в период с 2021 по 2022 годы направлено более 25 тысяч раз повторных обращений в вышестоящие организации, в числе которых Верховный суд, МВД, Генеральная прокуратура, Бюро принудительного исполнения, Министерство здравоохранения, Центральный банк, Министерство занятости и труда, Министерство финансов и другие. Хоким области отметил, что каждый вопрос необходимо тщательно рассмотреть по существу с нормами законодательства и принять все необходимые меры по его решению. Если обращение неисполнимо, то ответственное лицо обязано обосновать свой ответ, дать правовое разъяснение заявителю, и только после этого его можно снять с контроля. Со стороны областных организаций на сегодняшний день наблюдаются задержки по исполнению обращений, связанных с вопросами электричества, оборонной системы ирригации, кадастровыми документами, махалями, народным образованием и других. Подводя итоги совещания, Эркинджон Турдымов сообщил, что исполнение решений по всем вопросам он проконтролирует лично и подчеркнул, что необходимо не просто решать конкретную проблему, а выстраивать систему, то есть стараться предупреждать возникновение аналогичных ситуаций. В последние три месяца в Самгасе идет активная работа над разработкой идеи совершенствования городского пространства. В своих проектах преподаватели-студенты стараются объединить старые формы и исторические фрагменты с новой структурой, добавить эмоциональную глубину, повысить культурное значение городского ландшафта. Продолжение следует... Очередной градостроительный совет, в отличие от предыдущих, начался с единого одобрения специалистами ряда проектов малых архитектурных форм на центральных улицах города. Мы разделили весь город на определенные территории, на определенные улицы. И исходя из значения этой улицы, названия этой улицы, мы постарались сделать наши предложения. Вот, допустим, перекресток обсерватории Улубека, где три стороны. В Бухару дорога, в Ташкент дорога, к нам, в Шахизенду и в центре Самарканда. Это очень значимая точка для архитекторов, вообще для гостей. И мы здесь предложили сделать источник знаний под символом. Источник знаний как раз тут обсерватория Улубек, один из крупнейших ученых Востока. Работа идет очень скрупулезная. Надо каждый элемент, который нами был утвержден, к нему сделать рабочие чертежи, привязаться и уже со строителями начать реализовывать это. Градсовет обращал внимание на такие моменты, как уместно ли композиции в том или ином месте, адекватны ли ситуации предлагаемые решения, имеют ли они смысловую нагрузку. В то же время говорилось о том, что малоархитектурные формы не должны закрывать обзор водителям и пешеходам на проезжей части и нести определенную смысловую нагрузку, оживить архитектурное пространство. Предлагали мы голограмму, которая будет показывать нашу культуру, наши культурные образы. То есть, скажем, наши танцы, например, наши исторические одежды. То есть, для показа предлагали конструкцию голограммы. В таких местах, где, например, больше людей собирается, а в общественных местах. Сказали, идея хорошая. Попросили, что в течение недели я собрал один показательный вариант вот этой конструкции. И после этого будет решено, куда, сколько штук будем ставить. В рамках встречи было обсуждено несколько проектов, часть из которых отклонена. К примеру, по строительству многоэтажных домов по улицам Туркестанской и Урта Худжасуад. Отклонено предложение по детскому развлекательному центру, который на картинке представлен как сеть бутиков известных брендов. Общество с ограниченной ответственностью пахтачей Аграхамкор Тумурка Хазматы 2022 совместно с иностранной компанией заложили виноградник на 10 гектарах земли на вышедших из использования землюк в Махале-Буркот Пахтачийского района. Как передает пресс-служба пахтачийского района, здесь высажено более 10 тысяч виноградных кустов семи видов. Полив растений осуществляется посредством налаженной системы капельного орошения. На 10 гектарах посадили виноградник. Новейшие сорта привезли из долины. Поставим шпалеры, чтобы виноград рос ввысь. На еще 10 гектарах вместе с турецким партнером засеяли кукурузу. Также посадили семена подсолнуха на 10 гектарах. Подписали договор с китайской компанией о создании плантации лекарственных растений. Уже в мае планирую посадку софлора красильного, который будет экспортироваться. Предложила 40 семьям также выращивать это лекарственное растение на своих приусадебных участках. Я сама буду у них закупать и экспортировать. Махфуза Каюмова начала свою фермерскую деятельность Пахтачи в 2020 году с организацией двух теплиц на двух гектарах. Тогда ее было создано 20 новых рабочих мест. В теплицах растут лимоны, бананы, апельсины, мандарины. Так как цитрусовые дают плоды спустя 4 года, между их рядами посадила помидоры. В прошлом году получила 200 тонн урожая томатов. Сейчас растут различные овощные культуры. Надеюсь на хороший урожай и в этом сезоне. Махфуза Каюмова организовала сад на более 40 гектарах. Создала кластер и обещает трудоустроить 25 человек на постоянной основе и взять 50 сезонных работников из близлежащих махалей. В детской школе музыки и искусства 24 города Самарканда проведен семинар-тренинг для повышения уровня знаний и навыков женщин, отобранных для работы в махалях города. Пресс-служба хакемиата города Самарканда пишет на своей странице в телеграм-канале о том, что в учебном процессе были задействованы представители областной и городской администрации и квалифицированные преподаватели Самаркандского госуниверситета. Выступавшие говорили о работе по своим направлениям. Особый акцент был сделан на вопросы трудоустройства женщин, работы с женскими тетрадями, обеспечения жильем нуждающихся семей, организации культурно-просветительских мероприятий и другие. В 11 отдаленных махалях Пасаргумского района начали свою деятельность махалинские медицинские пункты. По данным пресс-службы администрации района, в результате проводимых реформ появилась возможность оказывать своевременную первичную медико-санитарную помощь жителям отдаленных сел. Один из таких пунктов начал свою работу на территории Махали-Учтепа. Контейнер оснащен всем необходимым для оказания медицинских услуг. На открытии мобильного учреждения присутствовали администрации района, жители Махали. Надо отметить, что Учтепа находится в 10 километрах от ближайшего семейного врачебного пункта, в 30 километрах от районного центра. Соответственно, сельчане испытывали трудности с доступом к медицинской помощи. Теперь им и не нужно тратить деньги на дорогу для посещения врачей. В пункте по оказанию первичной медико-санитарной помощи работают две патронажные медсестры. Каждый день недели здесь будет проводиться прием населения квалифицированными врачами. В Махали-Амандаре Нурабадского района глава региона провел встречу с жителями. До проведения приема рабочая группа изучила проблемы сельчан. О чем был состоявшийся диалог и какие преобразования ожидает Амандару прямо сейчас. Махали-Амандаре Нурабадского района Необыкновенная горная красота, чистейший воздух, разнообразие деревьев и живописный вид. Так можно охарактеризовать один из экзотических населенных пунктов Самаркандской области – Махали-Амандара в Нурабадском районе. Она расположена в предгорьях тумана, куда сбегаются из каменных ущелья шумливые речонки. Тут живут более 4200 человек. Дороги здесь проложены в 80-х годах прошлого столетия. 3,5 километров были заасфальтированы в 2018 году. И сегодня проблема дорог является главной для сельчан. Об этом рассказали местные Аксакалы, Хокиму области и официальным лицам во время их посещения села. Глава региона сразу опередив вопросы сельчан пояснил, что 10 километров дорог будут покрыты асфальтом, остальные гравием. Будут обновлены электролинии, опоры электропередач, а их, к слову сказать, более 2000 по Махале. И 1600 из них находятся в аварийном состоянии. Все 1600 заменят, как и 48 километров электролинии и 5 трансформаторов. Глава региона, Хокиму области и официальным лицам во время их посещения сельчан пояснил. Были озвучены вопросы о необходимости 170 газовых баллонов. 200 баллонов закопят и снабдят жителей Махали. Кроме этого, будут вырыты две скважины и протянуты 5 километров водопроводной сети. Отремонтирован сельский врачебный пункт. Построен мост и спортивный зал для молодежи. Для безработных женщин Махали со стороны Центрального банка совместно с лидерами и предпринимателями будет организован швейный цех. Надо сказать, что в течение двух недель население пройдет медицинский осмотр специалистами областного управления здравоохранения и Нурабадского районного медобъединения. В Амандаре создан штаб под руководством начальника третьего сектора области и руководителя народной приемной. В ходе поездки Хоким области посетил социальные объекты, ознакомился с их состоянием. Встретился с жителями, выслушал их обращения, назначил ответственных по решению каждого вопроса. Библиотека в селе Тагермон-Буши также стала местом посещения. Примечательно то, что обитель знаний расположилась в мечети, построенной более ста лет назад. 72-летняя Адолла Тугаева начинает свое утро с посещения библиотеки. Ее сын со снохой заведует учреждением и следят за состоянием исторической достопримечательности. Ее сын со снохой заведует учреждением. Глава областной администрации пообещал пополнить библиотеку пятью тысячами книг. Работы по благоустройству Махаля Мундара начаты и, как пообещали ответственные лица, завершатся в ближайшее время. Махаля Мастер-класс Теперь у Штыхана есть свой Лас-Вегас. Именно такое название носит открывшийся новый парк в районном селе Одел. Как сообщает прослужба Хакимиата и Штыханского района, в тумане происходят заметные преобразования, направленные на качественное обслуживание населения. Предприниматель Учпом Назаров построил зал в эксплуатацию, новую зону отдыха. В церемонии ее открытия приняли участие Хаким района и представители широкой общественности, которые поблагодарили бизнесмена за внесенный вклад в развитие района. Гости отметили, что у Иштыханцев появилась возможность интересно провести свой досуг к услугам молодежи, поле для мини-футбола. На территории парка можно будет проводить культурно-просветительские мероприятия, спортивные игры, вечера поэзии. Это все, о чем успели рассказать за отведенное нам время. О новых событиях в следующем выпуске. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и следите за новостями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова